Ну что ж, вот на такую непростую тему предлагаем сегодня пообщаться. Предлагаем пообщаться и вам, дорогие телезрители. Можете звонить нам по телефону студии 67200-232, присоединяться к нашей дискуссии, задавать свои вопросы нашему гостю, которого прямо сейчас представляем. Итак, сегодня у нас в гостях психолог Рижского психоневрологического центра и практикующий психотерапевт Ая Лукстраупа. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, давайте тогда начнем разговор. И сначала хотелось бы узнать в целом о тенденции. Число подростков, страдающих зависимостью, растет в нашей стране или уменьшается? Вы знаете, как бы это немножко даже, не знаю, может парадоксально не звучало, но последние годы есть тенденция уменьшаться числу таких детей. Но, знаете, если так подумать, это, наверное, с многими процессами связано. И все-таки с тем, что система, которая смотрит за уменьшением возможности приобретать вещества, там был закон насчет спайса, который очень прекрасно подействовал на самом деле. Ну, то есть эти мероприятия, они не остаются без следа. Это хорошо. Но есть другая сторона, что все-таки детей подросткового возраста в государстве, как таковых, становится, ну, просто процентуально меньше. И, может, за этот счет многие уезжают за границу жить. Поэтому статистика как будто улучшается. Ну, она улучшается. Но, конечно, все равно работая, дети, у которых есть проблематичное поведение, они продолжают быть и имеют место. А кто чаще обращается к специалистам? Сами дети, может быть, или все-таки родители и педагоги? Ну, сами дети, скорее всего, нет. Потому что, если вообще говорить про зависимость, о чем мы сегодня говорим больше, то, во-первых, подростковый возраст, он все-таки идет с такими очень определенными переменами в поведении ребенка, и в том числе подростки, они, ну, такие очень грандиозные в том, как они себя и мир воспринимают. И эта грандиозность дает такую, ну, не очень иногда высокую способность наблюдать за тем, что что-то не в порядке. Ну, за тем, что есть какие-то проблемы. То дети сами нет в этом возрасте. Но родители, школы, как бы, ну, так больше дети. А вот еще немного о тенденциях хотелось бы поговорить. Что сейчас более распространено? Какая зависимость? Наркотическая, игровая, алкогольная? Знаете, если про зависимость как таковую, если говорить про этот термин, зависимость – это болезнь. И она развивается постепенно. Если про детский и подростковый возраст и про зависимость, то все-таки можно говорить, что есть уже подростки, которые имеют зависимость как таковую, но множество подростков именно в этом возрасте начинают как бы путь к болезни. В зависимости она пока еще не как болезнь. Это как бы первая стадия или эксперимент. И первая стадия – это тогда такая злоупотребление. 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 И у некоторых уже зависимость. Но если про тенденции, то это алкоголь, марихуана, если наркотика. Ну и после марихуаны уже тогда ампитамин, экстазы и то, что стимуляторы. Продолжим разговор на эту тему, но прежде выслушаем нашего телезрителя. У нас есть первый звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто повторно подростки попадают на лечение от наркотической зависимости? И сколько стоит это лечение? Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, лечение наркологическое для подростков – это надо смотреть, с чем подросток попадает. Если это как бы детоксикация, когда человек находится в отравлении. Алкогольном или наркотическом, то он попадает в стационар на детоксикацию, отмывание организма, что человека приводит, ну, как бы в нормальное состояние, чтобы он не умер. Это тогда, ну, детям, насколько я знаю, тогда они попадают в стационар, как окуты пациента, и их детоксицируют, и это ничего там не стоит, насколько я знаю. Но я так очень про цены, наверное, вам не расскажу. Но дальше, когда человек уже не находится под воздействием веществ, тогда лечение – следующий шаг, это будет тогда уже программа определенная, это мотивация, это как бы ребенок находится на программе в стационаре, где больше помощь психотерапевтическая, да, где все-таки работают с детьми, чтобы подготовить их на самом деле еще к дальнейшему лечению. И дальнейшее лечение – это уже тогда то, что в сюжете видели, это реабилитационный центр. Но если идет речь про уже такие достаточно серьезные, ну, тяжелые формы зависимости. – Хочется вернуться к разговору, который мы затронули до того, когда звонился наш телезритель. Вы сказали, что зависимость начинается задолго до того, как человек попадает уже непосредственно в руки специалиста, когда он уже нуждается в помощи, начинается все с того момента, когда он начинает пробовать какие-то препараты. Ну, вот говоря, например, об алкоголе. Ну, понятно, что все его пробуют. Ну, вот каковы предпосылки к тому, что человек все-таки может стать зависимым? Как определить, кто эти люди, подверженные зависимости? Ну, ваша правда, зависимость никогда и ни при каких обстоятельствах не может возникнуть на как бы ровном месте. Она всегда под собой имеет какие-то определенные личностные качества, характеристики. А врожденные или приобретенные в семье? И-и. Потому что, конечно, алкоголизм, он передается генетически, то есть не сам алкоголизм, а предиспозиция к нему. То есть, если родители болели, то у детей есть больше возможности тоже заболеть. То есть, эти дети, конечно, не в группе риска. Да. Больше, может быть, именно по пути употребления так скорее мужчины идут, а женщины, которые имеют родителей, которые болеют, иногда выбирают зависимых партнеров. По-разному эти пути идут. Так что, да. У нас есть еще один звонок к нашему телезрителю. Пожалуйста, добрый день. Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Меня интересует такой вопрос. Игровая зависимость как-то лечится или нет? Спасибо. Да, тоже очень важный вопрос. Игровая зависимость лечится так же, как все другие. Это как бы не надо смотреть, что это что-то такое особенное. Зависимость вся одну схему имеет под собой. И зависимость игровая так же. Кстати, если про игровую зависимость, она очень редко, я очень редко в своей жизни вижу, когда она просто игровая. Она обычно совмещается с химической, только нередко люди, которые играют эту химическую зависимость или отрицают, или как-то ее не хотят так признать, как игровую. Но очень часто там идет все-таки или уже алкоголизм, или злоупотребление, или наркотики, как бы все вместе, скорее всего. Но бывает и так, что только игровая в центре, но редко. А скажите, пожалуйста, вот как все-таки реагировать родителям, потому что ситуации разные, ситуации очень тревожные, наказывать сразу ребенка или все-таки сразу вести его к специалисту? Или говорить, пытаться. Или просто пытаться поговорить и объяснить? Ну, тогда надо, наверное, немножко подростковый возраст, потому что не все подростки заболевают, и даже, слава богу... Хотя многие пробуют именно в этом возрасте впервые. Да, подростковый возраст тем и такой особенный возраст, что дети, ну, как бы должны уйти в взрослую жизнь. А этот путь, как они туда идут, это подростковый возраст, который с такими очень многими, не знаю, особенными поведениями. В том числе, что дети экспериментируют. Да, они экспериментируют с запретами родительскими, пробуют, почему то, что им говорили нельзя, это действительно нельзя, ну, чтобы создавать уже свой мир такой отдельный от мира психического родителей. Да, это как бы такое взросление, этого, да, пробуют. Но если пробовать и употреблять, это две большие разницы. А можно говорить о том, что вот пробы алкоголя, наркотиков, еще что-то, и есть некий уход из-под контроля родителей, уход из детства, как противопоставление детству, вот почувствовать себя взрослым? Ну, так, скорее всего, и бывает. Если кризис подростковый протекает, ну, так сказать, более-менее нормально, то это как бы вот это символ, что я все-таки экспериментирую, делаю то, что уже сам смотрю на последствия и принимаю решения. Ну, это как бы и подростки вообще бросают вызов родителям, и в том числе через такое поведение. Но это пробовать, а это не употреблять, потому что если проупотребление уже такое, ну, систематическое, то, скорее всего, это дети делают для того, чтобы изменить свое психическое состояние. И тогда, скорее всего, речь идет о том, что они как-то не могут выносить внутри то, как они себя чувствуют, и как они по жизни идут, и как они справляются. И тогда начинается путь уже к славопотреблению и к болезни потом. А что может повлиять? Откуда берется вот это негативное психическое состояние, от которого подростки вот таким способом убегают? Откуда оно рождается? Где оно формируется? Это семья, школа? Что это? Ну, это на самом деле очень ранние, ранние взаимоотношения с родителями. То есть в основном это родительские отношения влияют? Ну, мы все из детства, как Фрейд говорил. И на самом деле такой фундамент нашего характера, ядра характера, насколько наша личность будет такая устойчивая, более, не знаю, ну, такая взрослая с годами, это закладывается очень, очень, как бы, рано. Это первые года жизни, когда ребенок контактирует с мамой. И как этот контакт протекает, как протекает развитие или все фазы развития от этого, и потом зависит на самом деле, как жизнь будет справляться. А подростковый возраст, он как бы все показывает. Ну, в таком случае, вот лично мне, как маме, очень хочется задать вопрос, какие родительские ошибки потом могут вытечь вот в такие неприятные последствия? Ну, травмы, если мы про такие уже детские травмы, мы очень разнообразные могут быть. Но я бы сказала так, что на самом деле, чем сам родитель, как личность, такая более зрелая, тем справляться с обязанностями родителей приходится легче. То есть такая зрелость родителя. Но не все люди бывают достаточно зрелые. И они не специально что-то делают для своих детей не так, как надо, но они делают так, как они могут. И этим иногда какие-то все-таки травматические возникают. Возникают, например, очень хорошо, когда мама с младенцем может оставаться и быть с мамой для него до двух лет постоянно с ним. Но не все это могут. И не все это, опять-таки, могут не только быть, но и быть в таком уже смысле, как с младенцем. Это очень трудно. Это надо очень большую взрослость иметь. И потом такая же проверка в подростковом возрасте. Опять взрослость родителя. Я заговорилась? Нет, нет. Да, в подростковом возрасте. А в подростковом возрасте как родителям себя вести? Ну, в подростковом возрасте то же самое. Я только что, как уже перешла, что на самом деле подростковый возраст – это еще одна проверка родителей на их взрослость. Это трудный возраст. Подростки начинают себя вести так, что родителям это не всегда нравится. И, наверное, очень сложно оставаться хорошими родителями, когда твой маленький, хороший, послушный ребеночек вдруг превращается в нечто совсем другое. Вот как в этом случае найти этот контакт, не потерять контакт, правильнее говоря? Если контакт был такой, который эмоционально все-таки такой стабильный, и близкий, и больше все-таки, если мы так можем говорить, хороший, в таком психологическом плане, то вряд ли он так легко потеряется в подростковом возрасте. Просто вызовов для родителей, конечно, будет много. Например, подростки имеют достаточно большую агрессивность. Они могут девальвировать родителей, они могут как-то стараться их с пьедестала столкнуть. И это норма для этого возраста. Да, но это надо как-то родителям выдерживать по-взрослому, потому что можно испугаться и убежать, можно нападать. Но это не взрослость. Взрослость — это выдерживать больше и как бы суметь понять, что подростку очень нужен такой хороший взрослый рядом. У нас есть еще один звонок нашего телезрителя. Добрый вечер. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Мне так кажется, что вот есть звонки помощи, где могут звонить, я так понимаю, дети в особенности, на какие-то ситуации, которые не благополучные где-то в семье. Но если где-то кто-то объясняет детям и подросткам, что у них тоже есть обязанности, что надо помогать по дому, что надо чем-то заниматься, что в каком возрасте, можно сказать, чтобы ребенок для собой убирал, потому что чтобы это не считалось угнетением, оскорблением. Потому что мы сталкивались с тем, что в школе, скажем, ребенок говорит уборщице, это не моя работа. Вот бумажку он бросает не в урну, а рядом. И, как бы говорит, вот это для нее работу создаю. Так, может быть, вы объясните? Раньше были какие-то... У школ там кто-то убирал, в субботниках дети чем-то занимались. Сейчас, мне кажется, убирают только по обязанности. Спасибо. Спасибо. Действительно, подростковый возраст, вот просто вот это понятие, оно является оправданием для, ну, различных негативных проявлений поведения? Вот в таких, например, как телезрительница наша упомянула. Ну, знаете, оправданием, наверное, очень мало чего является в нашей жизни, потому что то, что в ней мы творим, это мы авторы. Так что чем-то оправдываться возрастом. Или подростки также имеют обязанности. И на самом деле это тоже один из вызовов родителям давать им свободу взрослеть, но оставаться в такой одновременно все-таки позиции, которая дает стабильность рамки и границы. Да, как бы если родитель это делал и делает в подростковом возрасте, то, может, он эти вызовы будет какие-то моменты бросать, но это не будет переходить в какие-то такие уже очень сильные крайности, когда человек так злонамеренно нарушает чьи-то границы, злонамеренно кому-то делает плохо или кого-то унижает. Это уже все-таки говорит о том, что что-то пошло немножко в такую сторону, которая как бы клонится к нарушениям поведенческим. Но я не знаю, как там именно это, но такое вызывающее крайнее поведение, но все-таки слишком. Очень часто психологи вообще в разговоре о детях, о взаимоотношениях родителей и детей, психологи, психотерапевты дают такой золотой совет, золотое правило. Хочешь сделать своего ребенка счастливым, обеспечить ему благополучную жизнь, начни с себя и сначала наведи порядок в своей голове. Вы тоже так косвенно об этом сказали. Действительно, тогда нужно родителям с собой прежде всего заниматься. Но это тоже звучит несколько странно. Почему? Если так вообще я могу спрашивать. Знаете, мне это не звучит странно. Про подростковый возраст. Потому что подростки, как я говорила, это возраст, когда даже если ребенок имеет проблемы, и наглог глубокие, и он нуждается в помощи, это не всегда значит, что именно в этом возрасте ребенок будет возможность ему эту помощь так очень основательно, глубоко начинать получать. Потому что они могут прийти, например, на консультацию один раз и потом больше не ходить. И что тогда делать? Потому что заставить подростка, который очень-очень сильно сопротивляется или убегает, или где-то, не знаю, он бродит, или еще чего-то такое делает, то я всегда говорю, что надо что-то делать родителям. Хотя это относится ко всем людям, которые имеют кого-то зависимого дома. Мы не можем заставить зависимого лечиться. Никто. Но мы можем идти сами за помощью. С мыслью, что, возможно, если наше поведение, мысли, отношения повзрослеет, то как-то и этот человек будет вынужден увидеть ситуацию из других сторон, например, границы ставить. А скажите, вот если человек не хочет излечиваться от каких-то зависимостей, все-таки можно его вылечить или это бесполезно? Ну, знаете, вылечить зависимость вообще нельзя. Это болезнь хроническая. Если выставлена уже зависимость, это на всю жизнь. Но можно лечиться, чтобы научиться жить с трезво. Человек будет всегда подвержен при каких-то обстоятельствах возвращения болезни. Но если много вкладывать в лечение, то, возможно, жить с трезвым. Но как бы излечить кого-то, кто не хочет, я даже не знаю, от каких болезней это так можно сделать. Наверное, не от каких. И это, скорее всего, тоже. Ну что же, благодарим вас за интервью. Спасибо вам, что пришли. Нашим телезрителям, напомним, сегодня мы говорили о зависимостях, распространенных среди подростков. И сегодня у нас в гостях была психолог Рижского психоневрологического центра и практикующий психотерапевт Ая Лукстраупа.